Здравствуйте, уважаемые студенты! Тема сегодняшней лекции – создание приложений с практическим интерфейсом Java NetBase. По плану рассмотрим следующие вопросы. Обзор библиотек, GUI-разработки, введение SWING, архитектура SWING, контейнеры SWING, компоненты SWING, менеджеры компоновки, создание GUI-приложения, обработка событий. Введение GUI, значит, Graphical User Interface, графический интерфейс пользователя. Одной из основ Java является идея Word, что достаточно хорошо решается с использованием идеи компиляции программы в байт и его интерпретированием виртуальной машиной. Однако, все несколько сложнее со созданием кроссплатформенных GUI-приложений. Действительно, различные аппаратные платформы и операционные системы имеют различные встроенные средства создания графических интерфейсов. Очень часто их сложно унифицировать. Существуют следующие распространенные библиотеки создания переносимого и приложений на Java. АВТ SWING, SWT, библиотека Отсан. АВТ и SWING входят в состав более крупной графической библиотеки Отсан GFS, Java Fundation Clause. Название Java Fundation Clause перекликается с названием известной оконной библиотеки MFS до платформы Windows. И действительно, функциональная GFS решает задачи и сходы с теми, которые решает MFS. Какие MFS и GFS предназначены прежде всего для создания графических пользовательских интерфейсов. АВТ является первой графической библиотекой, появившейся в Java. Содержит ряд графических компонентов, таких как окна, кнопки и т.д. При создании компонента, где делается вызов системной функции и вызов отрисовки компонента, отвечает ответующая графическая библиотека данной операционной системы. Данные компоненты поддерживают лишь то, под множество функциональных возможностей, которые присущи всем. Компоненты выглядят по-разному на разных акционных системах. В настоящее время АВТ вытеснена библиотекой SWIM. SWIM предоставляются более гибкие интерфейсные компоненты, чем АВТ. В отличие от АВТ, компоненты SWIM разработаны для одинаковой кроссплатформенной работы, в то время как компоненты АВТ повторяют интерфейс исполняемой платформы без изменения. Стандарт White Talkit – библиотека с открытым исходным кодом для разработки графических интерфейс в пользовательной языке Java. Разработана фондом Eclipse, лицензируется под Eclipse Public License, но из лицензий открытого ПО. SWIM не является самостоятельной графической библиотекой, а представляет собой кроссплатформенную блатчику для графических библиотек конкретных платформ. Например, под GoNA Linux, SWT использует библиотеку GTK+. SWT написано на стандартной Java и получает доступ к операционной системе специфичным библиотекам через Java Native Interface. Этот подход рассматривается в качестве сильного средства, несмотря на то, что это не является чистой Java. ВТ-альтернатива ВТ и SWIM для разработчиков, желающих получить привычный внешний вид программы в данной операционной системе и избежать части проблем, связанных с переучиванием пользователя. Использование SWT делает Java-приложение более эффективным, но снижает независимость от ОС и оборудования, требует ручного освобождения ресурсов, в некоторой степени нарушает сан-концепцию от формы Java. Идеологически, SWT очень близко к КВТ, однако реализованно лучше имеет более продуманную архитектуру и большой набор графических компонентов. Что такое SWIM? SWIM – библиотека для создания графического интерфейса на Java. SWIM был разработан компанией Sun Microsystem. Он содержит ряд графических компонентов, таких как кнопки, поля, вводы, таблицы и т.д. SWIM относится к библиотеке класса JFS, которая представляет собой набор библиотек для разработки графических оболочек. К этим библиотекам относятся Java 2.2, DrogonDrap, API и AVT. В отличие от AVT, компоненты SWIM разработаны для одинаковой кроссплатформной работы, в то время как компоненты AVT повторяют интерфейс, исполняемый платформой без изменения. Компоненты SWIM поддерживают специфические и динамически подключаемые виды и поведения, благодаря которому возможно адаптаться к графическому интерфейсу платформы. Таким образом, приложения, использующие SWIM, могут выглядеть как родные приложения для данной операционной системы. Основным минусом таких легкооблесных компонентов является относительно медленная работа. Положительная сторона универсальность интерфейса создана в приложении на всех платформах. Lightweight означает, что компоненты SWIM отрисовываются, используя графические примитивы, на поверхности родительского окна, без использования компонентов в социальной системе, начиная с Java 1.2, SWIM включен в JRA. Составная часть библиотеки. Графическая библиотека SWIM состоит из следующих компонентов. Контейнеры находятся на вершине иерархии сложности ГОИ. Компоненты содержат все ГОИ компоненты, наследуют класс J-компонент. Load Manager ответственны за расположение компонентов в контейнере. Контейнеры SWIM могут быть классифицированы тремя главными категориями. Контейнеры верхнего уровня, контейнеры основного назначения, контейнеры особого назначения. Компоненты SWIM группа могут быть классифицированы на кнопки, текстовые компоненты, компоненты отображения не детективируемой информации, меню, компоненты форматированного отображения, прочие графические компоненты. Текстовые компоненты SWIM могут быть разделены на три категории. Текстовое поле, поле вывода одной строки, текстырии, область текста, состоящая из одной и нескольких строк, стилизованная текстовая, отображает отформатированный текст. Общие свойства компонентов, так как все компоненты SWIM расширяют компоненты J-компоненты, то они наследуют ряд его свойств и методов. Также каждый компонент может добавлять свой набор свойств и методов. Специфические свойства компонентов. Каждый компонент определяет более специфические свойства. Свойства компонента J-комбо-мокс имеет следующую выставку. Свойства максимальное количество строк, модель, индекс, выбранный элемент, количество элементов, компонент, прорисовки, флаг, редактируемость. Создание ГОИ-части приложения, то, что относится к представлению, а не к поведению, можно висеть двумя способами. Программно используя ГОИ-инструменты. События, объекты, описывающие происходящее. Источники событий, некие внешние воздействия, обычно генерируемые пользователем, например, нажатие на кнопку перемещения окна и т.д. Обработчик событий – это метод класса, реализующего специальный интерфейс, называемый слушателем, получающий объект события. Получив событие, обработчик расшифровывает его и обрабатывает действия пользователя. Различные действия пользователя могут перегруппироваться в категории, для которых с ним существуют соответствующие слушатели, обрабатывающие то или иное событие. Спасибо за внимание.